доброго времени суток вы на канале вязание с крокос меня зовут ольга добро пожаловать новый виза влог начинаю понедельник 17 апреля доброе утро показываю процессы над которыми буду трудиться ближайшую неделю но буду или нет посмотрим да покажет время но по крайней мере планирую это делать точно первое что вы видите эта футболочка для меня для себя любимой много в этом году буду вязать для себя прошлом году как-то боялась я с плечевыми работать мало связала но вот в этом году меня пока что не остановить и за начало года я связала уже себе думала 3 джемпера но нет 22 и вот собственно говоря футболочка еще практически готова вниз отвязано полотно вот настолько так сейчас переставим марки ручек давайте на переднюю часть футболки его поставим чтобы нам было удобнее с вами потом рассматривать продвижение хотя сегодня я планирую ее наверное завершить для того чтобы ближайшее время показать в одном из совместных проектов так мне остается провязать вниз совершенно немного буду примерять но я думаю что сантиметров 5-7 не больше и рукавки у меня это вот такая пряжа на к колико номер цвета 66 68 100 грамм двести сорок пять метров низ изделия вижу на спицах номер четыре вот у меня одна спица четверка вторая спица три с половиной которая не рабочая потому что вяжу по кругу так вязать удобнее такой небольшой лайфхак и все что у меня осталось от моточка думаю что рукава буду извязывать моток в ноль и всего у меня получится 200 грамм на данную футболочку расходом так ну все и я вам показала давайте пойдем дальше есть у меня еще одна футболка точнее не футболка а топ я начала его на прошлой неделе и вяжется он из пряжи пехорка жемчужная номер цвета 411 мятный здесь уже 425 метров на 100 грамм 50 процентов хлопок 50 процентов из коза вот так выглядит моточек но он уже не полноценный кстати говоря эту пряжу мне дарила марина стогова у нее на яндекс дзене канал всякие всякости марины стоговой она мне дарила много хлопковой пряжи в прошлом году летом мариночек спасибо тебе большое еще раз и буду вязать уже несколько изделий придумала из тех моточков вот первая начала и еще кто для тех кто не знает и не знаком с мариной обязательно перейдите к ней на канал а еще у нее есть такой магазинчик по совместным закупкам пряжи по очень вкусным ценам поэтому я ссылочку давайте на эту группу тоже оставлю вдруг кому станет интересно так топик вижу вот давайте покажу образец он у меня тоже есть вот изнанку показываю конечно вот один рапорт узора свяжу и позже будет лицевая гладь но и тут вот изнаночная такая дорожка чтобы немножечко такую форму резиночки какой-то такой небольшой рельефности придать то есть не чисто лицевая гладь все-таки будет снизу вверх начала вязать здесь у меня отвязаны первые 20 рядов раппорта узора всего там 30 рядов то есть мне останется отвязать вот от этих перемычек вот не совсем совсем чуть-чуть но и дальше пойду гнать лицевую гладь уже разбираться как вязать майки снизу но я думаю что там ничего особо сложного нету потому что рукава ввязывать не надо будет но я поработаю над горловиной потому что очень давно не вязала изделие снизу вверх и уже все азы подзабыла вот так получается вижу на троечке мне в принципе нравится да немножечко но светится да все таки такое очень нестабильное полотно но я думаю что для лета самое то такая прям тонюшка тонюшка два с половиной брать не стала возможно 2 75 можно было бы еще попробовать но посмотрим данную работу я все-таки буду вязать на троечке а вот уже когда другие процессы начну там уже буду выбирать рассматривать в общем здесь я не буду ставить маркер потому что следующий ряд как раз у меня пойдет с этими перемычками от них мы и посмотрим здесь мне так уже так много марки ручков каждый рапорт разделен до маркерами для того чтобы мне было удобно если вдруг запутаюсь быстрее понять что же и как но вроде как пока что не запуталась потому что пока вязала образец было много много сомнений так что у меня есть еще еще у меня есть носочки носочки меня будут всегда вопрос буду я их каждый день вязать или нет у меня есть вот такой начало мужского носка остановилась я на вязание пяточки вот так пряжа очень классная кстати которую я пробую впервые это гималая сокс 75 процентов шерсть 25 процентов нейлон номер цвета 170 0 1 и здесь 100 граммах 400 метров можно стирать машинки и классно первый раз вижу из этой пряжи она мне очень нравится по крайней мере при вязании она достаточно толстая объемная и я вижу на спицах 225 пятку на двоечке но правда очень мне нравится такой плотное полотно не тоненькая не то что вот артисан или супер вошь последнее время пошел тонюсенький да нет здесь такие прям добротные добротные носочки получаются мужские и очень кайфую я от этого процесса наверное но по крайней мере один носок я точно довяжу на этой неделе ну а дальше посмотрим может быть и пару еще у меня есть один последний чик который выглядит очень своеобразно и неприглядно один есть буду вязать 2 это роспуск лана голд да ну да ладно голда лизе лана голд классическая 240 метров на 100 грамм распускала пряжу и сразу же перевязывала в этот последний чик выглядит он интересно первый раз вязала данным методом один связан будет связан еще второй тоже достану ниточки тоже роспуск почему связываю с роспуска о своей боли последников которые стерлись у меня за неделю хождения по дому я рассказывала в прошлом виза влоге ссылку вам оставлю и приняла такое решение что именно для себя буду вязать из распущенной пряжи у меня ее много но достаточно много на последние там точно на пар десять и хватит поэтому чтобы не тратить хорошую пряжу качественную и выкинуть ее через неделю или через месяц в общем буду я носить для домашних нужд вязать именно из данной пряжи пока она у меня есть и вообще ни капельки не буду жалеть об этом ну и естественно куда без новых процессов моточек пряжи это alize angora gold simli да она называется я я вязала для мамы своей еще в 22 не 21 году палантин и вот этот у меня остаточек остался здесь по моему 40 грамм и знаете что буду вязать буду вязать бактус для дочки кардиганом мне гали вязание на перемене подсказала про этот момент в комментариях потому что действительно шейка открыта когда кардиган вот да я составлю фотографию о чем я говорю и здесь на фото есть водолазка но каждый раз же мы не будем носить с водолазкой и я подумала что бактус он подойдет не только к кардигану именно а еще и к разным курточкам осенним весенним таким да на прохладное лето вот поэтому думаю что нужно связать будет очень интересно примерить на алису потому что до этого у нас были только манишки шарфики и снуды в принципе поэтому вот бактус это будет такая выход из зоны комфорта так скажем просто примерю как смотрится это на ребенке но не будет смотреться значит ли куклы какой-нибудь платок оставим в общем то тоже подойдет почему выбрала эту пряжу потому что хотелось что-то потоньше буду вязать крючком впервые кстати единственное что она видите здесь такая серо-белая но вот здесь есть черная секция и эти секции довольно таки большие а так как скорее всего бактус будет не большой да ну потому что понятно ребенку на полтора два года бактус будет скорее всего небольшой поэтому я эти черные секции скорее всего буду отматывать целиком либо отматывать наполовину к примеру то есть одну полосочку один ряд пустила черная секция оборвала дальше серым продолжила по крайней мере посмотрю насколько мне хватит ну поэкспериментирую не получится значит не получится думаю что крючком работа пойдет довольно быстро нежели спицами и заодно попробую что это такое но это будет не основной мой процесс и есть у меня еще одна упаковочка пряжи это yarnart baby cotton так давайте я один ноточек вытащим yarnart baby cotton я лично из нее не вязала но слышала очень хорошие отзывы она очень мягкая это 50 процентов акрил 50 процентов хлопок номер цвета 421 и метраж здесь 50 граммах 165 метров но в принципе как джинс да примерно как джинс как или за cotton gold в общем то посмотрите какой яркий оранжевый цвет он у вас затемняется но на самом деле это прям такое яркое яркое оранжевое солнышко сочное и так мне тут алиса пришла штатив разламывать простите но сейчас мы быстренько закончим вот буду вязать алисе шорты и футболку хочу сделать такой прикольный комплект не знаю что из этого получится не знаю пока чего начну с футболки или с шорт потому что шорты хочу сделать поплотнее так производителям что тут рекомендуют спицы троечку да он рекомендует нам ну да в принципе троечку мне пока занята ладно в общем по крайней мере может быть образцы повяжу да потому что у меня сейчас как я предполагала начинается лето а у меня начинается загвоздка со спицами у меня мало тонких спиц очень мало даже вот обычных таких китайских к сожалению в общем буду разбираться я вам показала моточек посмотрим может быть образец только вам покажу может быть еще что-то пряжется мягкая приятная очень вот интересно будет попробовать из нее повязать пойдемте в неделю и посмотрим что же мне удастся провязать подключение среды давайте пробежимся по моим процессам что же я набрала что набрала мой простите в общем я болею не знаю отражается ли это на моем голосе но на моих умственных способностях это ображаться отображается очень сильно но все же я с вами поболтаю немножко и покажу что сейчас у меня в корзиночках на чем я работала почему так потому что ну вот каким-то образом у меня все по корзинкам первое бактус который я планировала вязать я его начала вязать выбрала мастер-класс хороший подробный простой потому что я же говорил что я крючком хочу начинать до начала я уже забыла где-то передняя часть наверное вот эта передняя вот визу вижу вижу понимаю что сделала вот здесь ошибку пропустила немножечко не довязала ряд но подумала я потом обвяжу вот эту верхнюю часть и столбиками с накидом закрою вот этот пробел и вижу 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 еще здесь было два ряда плюсом крючок я выбрала три с половиной не знаю мне кажется можно было бы и побольше для данной пряжи но в целом вот так это получалось причем я обрывала черную пряжу вот обрывала ее до чтобы сильно черных секций не было отматывала и я вижу вижу и понимаю что что что-то у меня не так что у меня вот здесь по этой стороне не хватает одного рапорта так как я его здесь упустила я его здесь потеряла и понимаю что у меня бактус не сходится думаю ладно ничего страшного здесь не так много отвязано я все распущу начинаю распускать и она не распускается просто это вот вот так вот она вот все я пару раз рвала то есть распускаю отрывается нить распускаю отрывается нить потом я поняла что не хочу я так понимаю она не отрывается из-за люрекса который вот видите он вот так вот запутывается об столбике и рвется вот в общем это маленькая мини заготовка останется у меня куда-нибудь куклам какую-нибудь вот такую вот не знаю тоже также платок будет до какой-нибудь или даже юбку вот так можно как-то сделать на магнит ну в общем то не на магнит на липучку в общем это у меня останется куклам это у меня останется куда-нибудь следующий раз бактус я вязать не буду все передумала я размышляла над тем чем закрыт ребенку шеи вспомнила что у нас есть трикотажный снуд серого цвета я думаю что он ей точно подойдет и все не хочу к шерсти пока что возвращаться и не буду другой момент что носочки я продолжаю вязать продвижение по носочку у меня есть я отвязала пяточку и немножко погаленка уже сделала убавки по клину подъема вот здесь они у меня но в этой пряжи не очень хорошо видно но я продолжаю тейфовать расцветка конечно ложится неоднозначно интересно спорно даже наверное нет четких линий до вот этих секций и наверное это прикольно для мужских носков поэтому буду продолжать их вязать постепенно конечно сейчас уже поменьше берусь за носки потому что шерсть хотя вот сегодня видите я в своем джемпере теплом так что еще футболка да и так эту коробочку мы убираем коробочку с футболкой здесь у меня по моему сюда здесь у меня спицы это я снимала на дополнительные спицы для того чтобы примерить и поняла принципе как ей предполагала совсем 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 не то что я хочу у меня получается но за счет того что леска вот такая я не смогу показать вам точно ну вот я довязала раппорт узора и уже перешла на гладь вот получалось получилось объем не чем мне хочется я хотела по низу сделать топ не очень длинный таким укороченным и по фигуре то есть не свободным но этого уже не получится потому что если сравнить узор вот здесь я думаю видно на и узор вот здесь то поворотные рядами получается плотнее очень плотнее и и вот по кругу получается вот так даже то и касается вязки лицевой здесь получается плотнее и носибельные и даже ровнее здесь же получается неровно прозрачно вот здесь и неносибельно в общем то я не знаю все распускать не распускать я уже отчаялась вязать снизу вверх но нужно же учиться да но так как я очень скептически отношусь к изделиям связанным для себя я достала спицы и 275 такие вот у меня есть поменьше и пересниму их за одну тройку заберу на новый процесс потому что вот у меня с маленькими размерами очень большая проблема у меня их нет у меня одни спицы тройка у меня одни спицы 275 внутри 25 этими побольше в наличии таких вот китайских и я заказала себе 2 2 размера спиц 285 и 325 деревяшки от к нет про я кстати одних вообще никакой информации не слышала случайно наткнулась по хорошей какой-то цене хотя я не знаю может быть это и завышенная цена может какая-то самая дешевая линейка от к нет про я не разбираюсь когда придут мы с вами их посмотрим я надеюсь что в этом влоге еще застанем взяла для того чтобы вязать вот как раз таки скользкую пряжу пробовать и еще у меня же на это лето задача попробовать диву но я пробовала в том году не очень успешно для себя в общем хочу в этом году диву знакомиться с дивой почему ее так все любят поэтому заказала деревяшки мне кажется что будет интересно попробовать на них ну и там цена была такая что если вдруг не повезет да и не понравится мне эти спицы будет не жалко на вот так что это процесс переставлю на 275 попробую связать на 275 а так я а так я пришла к выводу что если я вижу снизу вверх то наверное все таки лучше отдельными деталями вязать потому что получается плотнее хотя по кругу конечно быстрее в общем такое вот у меня вот этот процесс из baby cotton еще не начат вообще даже образцов не вязала час тройку освобожу и наверное все таки попробую повязать отобрала несколько узоров что-то мне хочется японская но пока что еще точно не определилась на модели буду начинать с футболки а потом уже от футболки буду отталкиваться на шорты буду смотреть какие шорты вязать так какие-то элементы может быть добавить чтобы было комплектом и это все процессы которые я вам показывала в понедельник на следочек я не начинала но еще у меня есть один новый процесс и он уже совсем не маленький вообще задумка у меня была давно у меня есть остатки пряжи от моего увлечения игрушками это пряжа yarnart джинс и в целом у меня они есть вот как маленькие остаточки вот типа таких а есть большие ну как большие есть помотку и я решала выбирала для себя для начать изделие либо для дочки и я начала вязать изделие для дочки вдохновила меня на это изделие света с канала спицы и клубочки она в феврале вязала кардиган из остатков пряжи если я не ошибаюсь назвала его время весны вот ну что-то точно с весной связанное и когда света вязала этот кардиган он получился таким классным и вообще не скажешь что он из остатков вот совершенно не скажешь и я тогда вспомнила про пряжу yarnart джинс знала что нужно ее как-то подвывязать но чтобы она уже ушла и также знала что мне нужно какое-то такое изделие для дочки еще одно очередное 20 10 в общем но такое как объяснить комфортное вношение стабильное и которое можно носить будет долго для сада чтобы было удобно носить вот повседневное такое и я подумала что нужно связать и худи на молнии ну худи кофту с капюшоном называйте как хотите я понимала что молния это очень кропотливая один раз во своей визуальной жизни делала изделия с молнией но честно говоря я там просто по внутренней стороне приметала эту молнию все ничем не обрабатывала здесь конечно хочу еще сделать по правильному выбрала мастер-класс мастер-класс на женское изделие но мне понравилось как там вывязывается то есть я думала я возьму из мастер-класса только именно как прошивать молнию но мне там понравился реглан я такой не реглан росток метод вывязывания ростка я возможно когда-то о нем знала потому что когда в мастер-классе начало это показываться я такая думаю где-то я это уже слышала но последнее время я это не применяла и посмотрите какое углубление получилось по спинке мне кажется это отлично и по спинке и по рукавам ну а здесь вот здесь у меня кончики здесь будет еще набираться вверх подниматься и будет капюшон в общем сложное изделие кропотливая работа потому что там будет кетлевка в карман так как она называется но у меня извязана я начала в понедельник и вот сегодня среда я довязала практически уже до низа вот низ изделия и сейчас еще один или два ряда провяжу вот этим желтым потом буду провязывать тоже два ряда сереньким основным цветом которым буду обвязывать все вот этот кетлевку рукава резинки и низ изделия резинки и на капюшоне еще будет кулиска я с такими говорю это размышлениями потому что для меня это довольно сложно мелкая кропотливая работа не хочется мне ее делать наверное но я понимаю что это будет хорошее стабильное изделие которое мы я надеюсь можем долго поносить поэтому поэтому да я так подозреваю мне сейчас нужно будет отвязать низ изделия отвязать рукава и тогда постирать чтобы планку вот здесь до планочку чтобы она была стабильна по крайней мере так мастер-классе говорили я прям так и буду делать по какому мастер-классу вижу буду говорить уже потом когда изделие будет связано чтобы понимать что этот мастер-класс качественный потому что я только нахожусь в начале как вы понимаете но вот такое изделие у меня есть оно начато и сегодня буду все это продолжать единственное что на 2.75 попробую вот это изделие если опять не будет не устраивать буду дожидаться деревяшек деревянных спиц они мне придут только двадцать пятого числа но по крайней мере вот здесь вот буду начинать точно по крайней мере образцы отвяжу в общем-то может быть еще что-то начну новое потому что хочется вчера я была мало визуального времени да я была в огороде сегодня у меня его будет больше я надеюсь потому что надо отлежаться дома и выстрелить до следующих подключений субботний привет вам передаю несколько дней не было подключений по разным причинам но сегодня суббота и нужно вам показать что я вязала в принципе немного продвижения есть и одно из продвижений это носочек связанный мужской носок единственно что размер здесь получился не очень большой размер получился 42 ну тире 43 да я вязала в принципе на этот размер у меня мужской носочек связан он один довязала я его кстати позавчера наверное и можно было начать второй вчера я очень мало вязала потому что у меня было было небольшое моральное потрясение о котором я расскажу в невязальных буднях но в следующей серии ну да в следующей серии невязальных будней если я решусь на это вот ничего страшного не произошло все нормально просто немножечко одна новость одно известие которое я узнала выбило меня очень сильно из колеи вот и вчера практически продвижений не было так же как и сегодня потому что сегодня к нам приехал точнее вчера вечером к нам приехал свекор тоже были заботы общение готовка и так далее поэтому продвижение не такие большие но я уже две минуты толдычу про один носок поэтому давайте переходить к другому еще вот немножечко про носки скажу в мае меня ожидает такой челлендж а не полозняк его запускает но это совместный проект месяц длиной мы будем делать 12 стартов носков поэтому я думаю что я довяжу вот этот носочек ближайшие несколько дней ну там не знаю неделю и больше носки начинать не буду а 1 мая по моему мы стартуем второго выпускаем первое видео там я уже начну так впущусь в бой потому что мне не только нужно начать 12 носков 12 пар носков но еще и заканчивать потому что у меня мало инструмента мне нужно более-менее продумать интересные модели чтобы вам было смотреть интересно мне нужно подобрать составы потому что буду вязать на разных спицах на тройке на три с половиной на два с половиной но вот на вот этих моих да то есть по факту у меня не так много спиц и ну об этом давайте я вам во вступительном видео буду рассказывать в общем впереди меня ожидает такой проект поэтому небольшая передышка с носками у меня будет топ-топ-топ мой топ из жемчужной вязки вот у меня кстати говоря продвинулся я забыла поставить маркер как я и говорила перешла на спицы 275 периодически его повязываю да здесь неровные петельки очень неровные вот посмотрите но это будет такой вот легкий летний топик я обязательно буду довязывать не знаю сколько продлится это по времени но все-таки к лету за май я хочу его связать продвижение небольшие спицы для меня это очень тонкие спицы хотя я не вижу какими-то там пятерками шестерками семерками ну и тогда такое случается но крайне редко да то есть основная мой 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 инструмент основной это три с половиной четыре ну вот на четыре с половиной тоже недавно вязала несколько джемперов но три с половиной самый самый ходовой мой размер спиц а вот 275 вроде бы не так далеко но мне довольно сложно я сейчас поставлю маркерок у 10 с носочка украду но это я два маркера мне нужно для обозначения чтобы вязать на коротких спицах и собственно говоря я их присоединила чтобы не потерять потому что последнее время у меня это большая проблема маркирочки куда-то улетают небольшое продвижение вот и я ставлю себе задачу вот этого маркера провязать два сантиметра это немного но сегодня я должна провязать два сантиметра решила ставить себе планы потому что потому что перестала вязать совсем эта неделя у меня довольно слабая в продвижениях очень слабая но у меня было много уборки у меня было много работы в огороде как ни странно я там делала уборку завтраком я должна прийти мама и мы тоже будем утопать в огороде она мне будет помогать но это все для наших витаминчиков для деток моих чтобы ягодки они кушали летом в общем это тоже важно но и про вязание желательно не забывать поэтому вот два сантиметра постараюсь провязать на этом топе далее кофточка из остатков пряжи я вывязала длину так вот я вывязала длину вот так вот это выглядит вязала резинку один на один со скрещенными лицевыми не скажу что я очень нравится мне да как это выглядит но в целом вот я сейчас посмотрела на камере в целом неплохо буду сейчас смотреть мастер-класс но не сейчас да когда дело дойдет до вязания посмотрю мастер-класс и если там будут вязаться дальше рукава я просто не знаю может быть нам нужно будет постирать может быть капюшон в общем не знаю так собственно говоря мне нужно что-то начать скорее всего я буду вязать два рукава одновременно спицами трио у меня как раз есть два номера спиц три с половиной единственное что я изначально на линеечке определение спиц их померяю потому что танзеля ее канал я ссылочку давайте оставлю не помню как называется ее канал она мне в комментариях написала что проверь спицы трио они иногда обманывают в размерах и на самом деле когда я вязала свою футболку я тоже там вязала два рукава одновременно потому что мне нужно было вывязать пряжу в ноль да я брала эти два набора спиц но мне они казались разными один толще другой тоньше в общем мне нужно немножечко поработать над этим и проверить спицы да то есть действительно ли там три с половиной или может быть меньше или может быть чуть больше в общем проверить и цель начать цель но я не знаю не знаю сколько но в общем начну цель начать вот этот кардиган продолжить точнее вязку данного кардигана но это скорее не кардигана курточка кофточка вот хочу ее тоже в совместный проект с сезон пальто 2 включить потому что у меня мой кардиган из шерсти совсем не вяжется я не хочу вязать шерсть вот для меня шерсть пока только носочки остались как я уже в одном из видео говорила я сейчас себя ни к чему вообще не принуждаю поэтому поэтому да вижу только то что мне действительно хочется так мы покажу то изделие над которым не действительно хотелось работать эта футболка для дочки выбрала я вот такой вот узор так после готовых работ я оставлю но когда будет футболочка готова отфотографирована я наверное в телеграм-канале буду схемы оставлять вдруг кому-то пригодится потому что мне узор понравился несколько вариантов вязала потому что хотелось что-то такого красивого ажурного но все красивые узоры которые мне нравились они составлялись каких-то состояли точнее раппорт узора состоял из какого-то бешеного количества петель что очень сложно внедрить в маленькое изделие и сделать так чтобы оно подошло но вот этот узор состоит из восьми петель и мне он очень понравился очень мне нравится как получается данная футболочка яркая мандариновая такая цветом мандариновым в общем и просто лицевую гладь мне не захотелось вязать деткам можно такие ажуры вот и очень классно получается вижу на спицах номер три собственно говоря вот какие с этой маячки сняла на таких и вижу и использовала в этот раз такой же росток как и на кофте вот этой и очень довольна посмотрите здесь есть углубление и по спинке и по переду но по переду углубление я всегда старалась делать а вот по спинке нет я такого метода не знала по крайней мере не помнила последнее время здесь у меня обычная регланной линия ажурная давно я такую не делала прибавки делала неравномерные потому что иначе бы получилось слишком широко и так получилось объемно широко потому что я планирую отпарить и этот узор он вот видите разравнивается вот еще из интересного сразу же сделала рукава я в принципе на последней фиолетовой футболке делала точно так же отвязала до определенного количества и когда мне осталось два сантиметра до перехода на разделение рукавов и туловища я начала делать обработку жемчужным узором принципе как и по горловине потом просто закрыла и продолжила вязать по кругу сделав подрезы вот так это выглядит в принципе аккуратно единственным вопросы вот здесь очень хорошо мне кажется получилось здесь в принципе не очень аккуратно но за счет того что здесь узор мне вот нравится до такой степени что я даже не как дополнительно обрабатывать здесь не будет давайте посмотрим второй рукав здесь немножечко похуже вот из-за этой перемычки но здесь возможно можно будет как нибудь крючком подцепить но собственно говоря потом мне к этим рукавам возвращаться не надо очень удобный способ мне осталось провязать совсем немного за счет того что как я уже говорила полотно растягивается я планирую довязать раппорт узора до конца мне здесь осталось пять рядов отпарить посмотреть сколько получается кажется что немного но на самом деле довольно много вот и возможно мне останется только горловину и не горловину а обработку довязать и сегодня конечно я этот топ ставлю задачу себе его завершить вот такие небольшие цели и планы на сегодняшний день два сантиметра на топе завершить футболку начать вязание следующие детали на кофте их у меня новый старт я пока что еще не стартовала но покажу вам моточек я долго придерживалась этот моточек мне подарила галя по моему в прошлом году летом канал вязание на перемене это ярный артрус гарден номер цвета 308 здесь метраж 250 метров на 100 грамм это стопроцентный хлопок и и спицы здесь рекомендует два с половиной крючок номер три вот такой вот у меня кулечек такой цвет белый переходящий в коричневый оттенки для меня такие необычные я редко покупаю себе хотя нет я редко вижу из коричневых оттенков а вот какие-то телесные бежевые коричневые вещи в моем гардеробе все-таки присутствует еще зимой я смотрела на этот крутилек и хотела начать футболку интерлаком но у меня на этот моточек была еще другой был еще другой план я так же хотела начать другое плечевое изделие и мне для этого нужен был именно вот такой вот моток именно с переходами плавными цветов примерно таким же составом и так как у меня в запасах ничего другого не было у меня было такое отделение либо начинать футболку интерлаком чего мне очень хотелось все таки закрепить эту технику вязания и получить наконец-таки готовое изделие так как платье у меня откладывается вновь ну до того момента как я захочу вязать не знаю когда это произойдет ну потому что шерсть опять же скажусь в данный момент не хочу может быть соскучусь через неделю и возьму либо второе плечевое изделие но недавно я приобрела для себе новую пряжу как раз таки подходящий для того для моей другой задумки поэтому этот моточек у меня отправляется платьем платье отправляется в путь и это будет футболка интерлаком по крайней мере я очень попробую сегодня буду вязать образец и и начну единственное что мы знаем что у ярнар то есть вот такая вот отметочка старт что нужно начинать из середины клубка но я не хочу я хочу светлую футболку можно сказать белую потому что я прекрасно понимаю что 250 грамм мне этого много будет вот поэтому буду вязать с белого цвета а там уже посмотрим какие переходы я захвачу да для себя вот такой интересный моточек уже подготовила для него корзиночку новую и он туда отправится а мы встретимся по возможности завтра и посмотрим удастся ли мне реализовать планы ну вообще во первых план это образец и резинка если получится больше круто если нет ну значит нет тем временем у нас наступил понедельник не получилось мне вчера воскресенье подключиться показываю продвижение сегодня ну и соответственно завершаю данный влог первое изделие которое вам покажу это футболка ну точнее не футболка да как маечка топик и я ставила себе задачу провязать два сантиметра вот здесь четыре с половиной сантиметра то есть я два сантиметра провязала в один день ну и два примерно в другой в общем понятно что точно измерить два сантиметра до миллиметра практически невозможно вот такое маленькое продвижение у меня есть буду вязать постепенно дальше в целом сколько у меня вот уже ее отвязан давайте посмотрим получается за неделю точнее даже побольше потому что я начала ее вязать еще на прошлой неделе так все вместе у меня примерно 22 сантиметра вот а на этой неделе вот вот этих перемычек было связано то есть совсем чуть-чуть до 16 сантиметров ну вот такой мой результат не знаю много это или мало в любом случае буду продолжать вязать вот пока спицы 275 надеюсь что мне уже сегодня или завтра придут другие спицы хочется начать другие процессы на самом деле но это тоже изделие продолжать второе что я вам покажу это футболочка из baby cotton я ее сделала я ее связала до конца единственное что ведь кончики не спрятала кстати непонятно почему я кончики не спрятала и до сих пор на алиске не примерила ну и соответственно не отпарила тоже этим нужно будет заняться в целом после последнего подключения я довязала раппорт узора до конца сделала вот окантовку жемчужным узором такой же шириной как и на рукаве ну и закрыла изделие получилось мне кажется хорошо ушло немного от второго матка у меня еще осталось вот наверное практически половина отлично будут вязаться еще шортики сразу же их начну или нет посмотрим и пока что не определилась хочется мне еще больше детских изделий вязать вот но более что-то нужное наверное так вот я боялась за горловину как ляжет узор при поворотных рядах но вроде неплохо учитывая то что узор научился они сразу в глаза это не бросается ну и по спинке тоже по спинке вот так смотрится по моему вроде бы все хорошо да ну здесь вот по бокам видно явные пробелы но в целом мне кажется нормально получилось вписать узор в реглан в принципе меня все это устраивает так ура ура еще одна готовая работа на этой неделе у меня есть так следующее ой коробочка у меня тут посмотрите просто на заставку да корзинка мастерицы с творческим беспорядком сейчас я убираю отсюда все спицы лишние потому что здесь было много спиц для различных образцов тройки тут всякие затесались так два с половиной даже двоечка и я продолжила вязание своего ну как это худи с капюшоном для Алисы но это очень сложно назвать продолжила вязание потому что как я и предполагала были не рукава вязались дальше по мастер-классу а все таки вот здесь вот кетлевка в карман и я набрала петли провязала один ряд и дальше нужно высчитывать количество рядов и обращать внимание нужно на молнию а молнии у меня пока нет то есть нужно количество рядов вязать такое же какого размера молния ну точнее ее половина поэтому у меня тут все остановилось вот эти спицы которые я сейчас собираю они внутри вот здесь вот она ну вот видно я так предполагаю потом мы в эти петельки вот сюда будем подшивать кетлевку то есть это будет не ложная кетлевка а самая настоящая первый раз буду вязать ну и основные спицы остались какой план план наверное все таки буду вязать рукава потому что в ближайшие дни я точно не смогу съездить мне нужно будет выезжать в центр города одна я этого не делаю ну потому что надобности особо нет с детьми а муж в ближайшие три дня будет работать надеюсь что в другие дни мне удастся все таки съездить выбраться купить молнию у нас на нашем микрорайоне вряд ли можно что-то найти именно подходящее по цвету тоже думаю но скорее всего серую какую-нибудь подберу да в цвет обвязки так что немножечко я поработала в принципе план сделала начать дальнейший этап вязания вот я его и начала что еще вязала так подсветники я довязала один у меня был связан на прошлой неделе другой на этой вяжется невероятно быстро вязала из роспуска они довольно некрасивые но надеюсь постирать в ближайшее время на ножки измерить смотрится в принципе симпатично на ножки единственное что меня немножечко смущает вот этот торчащий треугольник ну то есть как бы если бы был ровный вот здесь срез было бы на мой взгляд симпатичнее смотрелось а так очень понравилось как вяжется не избито быстро и мне прям понравилось вот здесь ошиблась здесь изнаночный ряд провязала изнаночными а не лицевыми ну и бог с ним это домашние подсветники так ну и последнее что я вам покажу это интерлак я как и говорила начала его хотя вязала много образцов разными спицами даже взяла уже ализа диву думала вязать из нее но все таки передумала последний момент спицы два с половиной выбрала так сейчас поставим сюда ну и вот как получается меня смущала в образце вот эта вот рыхлость вот видите вот этот ряд возникает у меня к нему вопросы но вот именно в соприкосновении квадратов в целом мне кажется получается довольно неплохо поэтому продолжила я точнее начала вязание и продолжила его буду вязать посмотрим сколько пряжи уйдет на платье конечно здесь безусловно не хватит ну и вот такой вот плотностью платье вязать как бы точно не стоит посмотрим отвяжу футболочку может быть ну ладно не буду делать загадок что из остатка сделаю потому что скорее всего уйдет на меня ну грамм может быть 150 учитывая что тонкие спицы хотя как всегда я загадываю буду вязать может быть вообще как с прошлым интерлаком год я буду эту футболку вязать посмотрим вот такие были у меня продвижения на этой неделе они получились своеобразными но у меня есть три готовые работы чему я очень рада я напомню что я довязала хотя что я напомню это я себе напоминала сегодня с чего я начинала эту неделю а вы то буквально полчаса назад все это видели поэтому вряд ли смогли забыть футболкой знака колико я ее отпарила и она на меня села ура ура получилось методом отпаривания получить еще небольшое раскрешение свободу и на рукавах и по телу изделия поэтому буду ее носить этим летом замечательно очень этому рада также футболочку которую я вам только что показала следочки да это небольшие работы но все же они есть я благодарю вас за просмотр данного ролика увидимся совсем скоро эта неделя будет продуктивной будет много видеороликов отчетов по совместникам если вам будет интересно обязательно заходите подписывайтесь на мой канал ставьте колокольчик для кого это важно и смотрите все мои видео желаю вам всего самого лучшего доброго и светлого всем пока пока пока